Ксения, я в эфире. Я просто вижу другой экран, не тот, который. Ладно, я тогда уже перейду к своей части. Ну, сейчас тоже следил за техническим анализом Рустама и фундаментальным анализом Яны. Ну, я на самом деле горжусь той командой, которая сейчас участвует в управлении капитала Амир Грепитал. И даже позволил себе Рустама сравнить с не единым Зиданом. То есть его вот звездная карьера. Я вообще как любитель футбола. И, соответственно, Зидан, наверное, один из таких легендарных игроков. И прически, по крайней мере, у них одинаковые. И он выходит сам, можно сказать, действующий трейдер. Плюс возглавляет два проекта. Это биржа, которая создана трейдерами. И вот проект наш Letit. То есть сначала он был Трейдерграммом. Потом для масс-адопшена мы придумали бренд Letit. Ну и трейдерграмм, опять же, который был создан Рустамом, он до сих пор используется, можно сказать, первая версия Letit. Он до сих пор используется на вооружении управляющей компанией Амир Финанс. И тоже, да, хотелось дать комментарий по поводу высказываний ребят, наших инвесторов. В чатах там, да, ко мне пришел запрос, но прошу пояснить, да, там какие-то высказывания. И по поводу, что там технический анализ не работает. И я там дал определенный комментарий в плане того, что технический анализ – это всего лишь инструмент. Ну, даже есть инструменты, которые такие высоко, скажем, автоматизированные, высоко технологичные. Ну, есть достаточно очень сложные индикаторы-осцилляторы, да, там и придуманные, может быть, ну, целые группы людей, математиков, ученых, да, там и... Соответственно, они под такими очень интересными названиями. Есть во многих учебниках технического анализа. Ну, опять же, это всего лишь инструмент, как дрель, как, скажем, молоток там и так далее. Соответственно, есть, скажем, многофункциональные, высокотехнологичные. И в умелых руках, ну, любой инструмент, он может стать хорошим таким помощником. Конечно, в неумелых руках он не будет работать для технических анализов. И, как Рустам правильно заметил, ну, классика, она никогда не подводит. Ну, то есть, там, хороший молоток, хорошая отвертка, то есть, она никогда не подведет. И многие крупные фонды, трейдеры этих фондов, да, там, они, ну, может быть, все-все-все в этом мире перепробуют и, соответственно, возвращаются к каким-то классическим инструментам технического и фундаментального анализа. И, правильно, еще Рустам заметил, что 80% успеха – это все-таки психология. Ну, то есть, в нашем случае это риск-менеджмент, управление капиталом, да. И в этом плане лезит, ну, просто незаменимый помощник. Вот, тоже на правах, так скажем, рекламы. Давайте перейду к результатам текущей недели. Ребята отработали, прям, можно сказать, на высоте, как всегда, спокойно, без, так скажем, суеты. Полностью сняли движение, да, там, и на сегодня такой результат. Биткоин – 0,36%, эфириум – 0,68% и USDT – 0,63%. Это 50% от дохода. И та часть, которая пошла на погашение кассового разрыва, ну, в абсолютных величинах – это 9,17% по биткоину, эфириум – 343,94% и USDT – 1,6857. Также сумма по Sunrise программ и Solar, да, это 7,86% биткоина, 294,8% эфириума и 863,020% USDT. Прибыль управляющей компании также 5,24% биткоина, 196,54% эфириум и 575,000 USDT. И 50% гонорара управляющих активами 6,55% биткоин, 245,67% эфириум и 719,184% это USDT. Итого суммарно получилось 28,81% биткоин, 1080,94% эфириум и 3,164,410% USDT. Курс на момент фиксации был установлен 23,000 – это биткоин и 1200 эфириум. И, соответственно, общесуммарно сумма, которая пошла на погашение – это 5,124,151. Итого на сегодня общая сумма кассового разрыва – это 10 миллионов за вычетом уже текущей прибыли – 10,185,652. Таковы результаты недели. Еще могу так подсластить следующую неделю, что многие ордера наши ребята предусмотрительно на выходных не закрывали. Ну и, соответственно, незакрытые позиции, они не считаются прибылью. Соответственно, подсчет прибыли идет только после закрытия позиций. Ну и, соответственно, многие шортовые позиции у нас до сих пор пока открыты. И, соответственно, на следующей неделе тоже вас обрадуем хорошим результатом. У меня по отчету все. Думаю, что обрадовал вас. Завтра в 6 часов, да, встречаемся на вебинаре. И меня попросили поменьше биографии, побольше конкретики, коротко и быстро провести вебинар. Так, завтра в 6 часов, я думаю, очень продуктивно проведем время. Можем, ну, зададите, как всегда, вопросы, обсудим текущую ситуацию. Всем спасибо. До завтра. Ратомирыч, про конвертацию, может быть, пару слов скажете? Вот ребята просили в чате. Нужно ли сейчас конвертировать и покупать, или подождать? Я могу высказать свою субъективную позицию по рынку. Я не руководствую действию. Я считаю, что падение еще не закончилось, и надо дождаться прям таких явных разворотных сетапов. То есть должны быть какие-то разворотные сигналы. И после этого потихоньку начать конвертацию. И многие сегодня ко мне обращались, и не только сегодня, но и пока рынок все это время падал, и люди мне писали, я говорил, рано, рано, еще рано. То есть некоторые ребята по 25 меня уговаривали, некоторые в районе 28 набирали, и я их пытался остановить. Я говорю, ребят, это еще не конец. И сейчас тоже я хочу, чтобы наши инвесторы смогли получить доход как можно больше. Конечно, если будут настаивать, то я еще с Ильей не общался, но с другими ребятами мы можем это на коллегиальном совете обсудить, ну и, соответственно, дать какую-то возможность под конвертацией. Ну вот и Рустам об этом говорил, что вот текущая ситуация по рынку, я думаю, что даже вот по текущим ценам вы можете иметь возможность купить до конца лета. То есть не торопитесь, будет возможность купить, мы технически подготовимся, и хотелось бы, да, уже там к моменту, может, выводы какие-то, соответственно, там листинг нашего АВТ. Ну то есть это все и технически мы работаем над развитием Амирволюта, над его техническим совершенствованием, ну, совершенствованием, и, соответственно, есть задачи, которые стоят там в управляющей компании. И сейчас мы вот с конвертацией очень много у нас начинаются дополнительных каких-то движений, и если мы примем такое решение дать возможность, то это чуть-чуть оттянет какие-то другие технологические процессы. Может быть, вот действительно, ну, сто процентов, как скажем, никто гарантировать не может, но есть очень большая вероятность, что мы еще будем падать до конца лета, ну и, соответственно, будет еще возможность купить, скажем, по цене намного ниже. Я думаю, что к завтрашнему днем мы сможем обсудить с ребятами по возможности конвертации, и, соответственно, при там больших количествах заявок дадим возможность на ваш страх и риск. Ну вот многим, которые ко мне обращаются в личку, я говорю, пока рано. Пока рано, впереди есть еще два-три месяца. Падение еще не закончилось, нужно дождаться каких-то хороших формаций для ванга. А как вот быть в такой ситуации чисто психологически? Потому что, когда видишь такие цифры, действительно, неподготовленному инвестору очень становится страшно-страшно, что будет дальше. Мы все умрем. Да, есть эффект хомо. Ну вот я на многих вебинарах... Представьте, что путь к финансовой свободе лежит через стеклянный мост. И, соответственно, вы смотрите в цель, но не смотрите под ноги. То есть этот мост проходит над большим обрывом. И пока ты вниз не смотришь, оно как-то вот хорошо идется. Как только ты начинаешь смотреть вниз на курсы, отслеживать курсы, то есть выстраиваешь определенную инвестиционную стратегию, согласно этой стратегии определяешься с портфелем, инвестируешь, ну и, соответственно, смотришь вперед и идешь к своей намеченной цели. Если каждый раз реагировать на вот такие резкие движения... Да, вот и Рустам тоже сказал, действительно, биток прям прилип к фонде, ну или весь крипторынок прилип к фонде. И, честно, меня это тоже, скажем, в какой-то мере раздражает. Ну, в плане того, что патриотично имеется в виду, что я считаю себя криптоэнтузиастом и, соответственно, что мы уже давно выросли и можем, скажем, уйти спокойно, самостоятельно плавать. И вот если чисто я вот, как я ощущаю себя психологически, на самом деле вот все закономерно, да, вот столько месяцев мучений и должно же быть какое-то вознаграждение в конце, то есть какой-то такой большой подарок. И, соответственно, сейчас вот то, что происходит на рынке, это прям вот, знаете, красная дорожка для нашего СОВАРа, для наших токенов. И я прям уже предвкушаю. Тут теперь самое главное сделать все четко, аккуратно, без лишней суеты, так скажем. То есть нам как бы открывается какой-то зеленый коридор вот для всех наших задумок. И у нас там есть все лето впереди, то есть нет спешки, и прям вот рынок прям благоволит. И я думаю, что это подарок за все вот эти, ну скажем, месяцы, как поаккуратнее сказать, но было нелегко. Было нелегко, и мы готовились долго к этому. До сих пор подготовка там, скажем, идет в последние штрихи. И рынок как-то так открыл двери. Супер, спасибо большое, Марат Амирович. С нетерпением ждем вебинара. Напоминаю, друзья, завтра в 18 часов по Москве. Встречаемся с Маратом Амировичем в прямом эфире. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.